привет друзья с вами василий литвин на канале 2кота велосипед с нами кот пупс кот ниппель сегодня второе марта я должен был быть где-то уже в эмиратах пересаживаться на самолет до шри-ланки но вылетать я был должен был в 0 часов 50 минут и соответственно в аэропорт выезжать 1 марта я все перепутал собрался выезжать в аэропорт сегодня вечером и естественно самолет уже улетел без меня билеты в эмираты у меня были невозвратные к сожалению они пропали но из эмиратов в шри-ланку там тоже деньги назад не возвращают за отмененные билеты а только дают кредиты на покупку следующих билетов и я в аэропорту это значит что значит путешествие состоится да я лечу в теплые страны но в этот раз без велосипеда ну так уж вышло я про щелкал свой самолет в результате я вылетаю на день позже и налегке добрался до арабских эмиратов у меня тут пересадка около 12 часов и я таки думаю думаю я что мне нужно ездить посмотреть город как рассчитывал 99 автобус идут в центр жпл станция я выбираю странно возле аэропорта очень много зелени все поливается пальмы травка я надеюсь что-нибудь хотя бы увидеть в городе и успеть вернуться в аэропорт что интересно на улицах очень мало людей во первых жара во вторых все местные на автомобилях катают целая улица зоомагазинов и ветеринарных клиник уже довольно давно едем-едем все уже закончилось рестораны пошли ну мы уже подъезжаем конечные автобусной станции джубейл там я выйду и попробую походить немножко пичком посмотрим как мне это получится море или торговся посмотрим куда выведет нас дорожка с этой автостанции еще и выйти проблема заборы кругом заборы рынок джубейл на картину обозначен как рыбный рынок ну рыбный рынок мне как понимаете совсем не интересен ну если бы я тут жил надолго туда а так мне пройти мимо и подняться вот туда на мост ну ребята еще раннее утро уже здесь даже невозможно все жарко еще даже нет десяти часов в девять я выехал с аэропорта где-то 45 минут шел автобус до автостанции джубейла вот там вот через дорогу торговый центр называемый в народе паровозики а вот там вот площадь флага флаг эмиратов ну и залив какой-то там морской музей аквариум а потом уже куда-нибудь торговый центр ну что ж пешком к сожалению выхлопные газы стоят над дорогой дышать сложно и вообще какая-то дымка а сегодня еще пятница а пятница в эмиратах вот временами встречаются велосипедисты этот медленно и печально едет по тротуару потому что по этой дороге ездить совершенно нельзя полицейские оштрафуют хотя вот есть обочина обозначенная а там еще я видел в городе ну ездили где-то и по проезжей части но по проезжей части можно ездить только на тех дорогах где скорость не выше 60 км в час где выше там нельзя тротуар через мост закончился и мне теперь куда дальше нельзя только как-то под мостом и там 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 какими-то обходыми путями шаржа это самый религиозный из эмиратов тут как бы ничего нельзя все все запрещено все придерживаются строгих исламских требований вот например табличка что запрещено запрещено тут ну как бы логично не шуметь не портить зеленые насаждения не плавать там где нельзя не включать громко музыку но блин слишком уже сильно много всего запрещено мимо проезжают такси и постоянно мне сигналят типа мол ты че дурак идешь пешком все же ездят давай мы тебя завезем куда тебе надо а у меня с другой стороны и я точно не знаю куда я хочу просто вот куда-то пройтись посмотреть тут даже вот такие есть самоходки как вот это то ли то ли самокат то ли велосипед ну и вот велосипед трех ржавый ну какие-то мобильные аксессуары парикмахисты надо понимать но море еще далеко но расстояние так понимаю здесь большие совершенно не пешеходные специальный ящик для пожертвований можно оставить одежду сумки какие-нибудь то есть типа для пожертвования для нуждающихся женщина пропихнулась через вот этот кустарник и пошла вон он впереди но я за ней и судя по карте там вот должен быть бесплатный пляж наконец-то я дошел до моря единственное меня смущает что он пляж этот награжден то есть чего он награжден если он бесплатный ну пойдем посмотрим что ж друзья пойдем помочь немножко в персидском заливе пляж действительно бесплатный да но в результате тут нет ни переодевалок ни души без удобства в общем поэтому наверное все таки накупаться я не буду будет потом соленая кожа и соленые трусы и черт знает что с этим потом делать программа минимум выполнена ноги в персидском заливе помочил однако возникла проблема я в первый же день потерял очки для чтения у меня конечно есть запасные они не сильно удобные но но они запасные подъехал немного на такси мимо красивого парка в принципе такси довольно адекватные цены но мне надо искать оптику так таксист мне сходу сразу говорю таксисту говорю мне нужен магазин оптики очки купить он что-то мылился мылился говорит покажи конкретно куда тебе надо в общем я говорю туда едем говорю едь туда едешь 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 все говорю стой в этом месте потому что иначе потом фиг вообще поймешь куда надо на карте в принципе магазин оптики нашел но блин сегодня пятница все осложняется что в пятницу много чего не работает пойду-ка пешком пройдусь снова вот магазин оптики и он закрыт обидно приперся я на перекресток и хрен знает как перейти потому что там офигенный мост а сюда как попасть я не знаю ну я побежал тоже как бы так нельзя но мне очень нужно вот такие у них блин переходы на хрена его такой высоте сделали могли бы чутка пониже сделать ну что ж о есть лифт не понимаешь кис кис мяу мяу ты можешь голодный давай я тебе сосиску дам на тебе и на тебе на что вы не хотите колбасу не захотели есть мою колбасу вроде нормальная колбаса охотничьи колбаски может они мусульмане может они свинину не едят еще одна оптика и тоже закрыта вот это я попал вот это я попал в пятницу что-то они меня уже трохи достали со своей религиозностью я уже обошел кучу кучу оптик и все они закрыты наверное пятый магазин оптики вон за моей спиной и я наконец-таки в очках я их купил я доволен на 4 даже В общем, очки мне пошли в 50 дирхамов, но мы делим на 3, ну блин, где-то на 4 даже. Где-то 10 долларов, наверное, 10-15 долларов. Там тоже небоскребы. А мы сейчас пойдем смотреть крутой торговый центр, называющийся в народе русскоязычном паровозике. И там, судя по фоткам, там очень-очень много ювелирных магазинов. Забегаловки всякие, но я пока не хочу по такой жаре есть. Я на пляже съел пару сосисок и одну сосиску пожертвовал котам, которые не есть не стали. О, какие кастрюльки продают. Жена моя, наверное, была бы в восторге, сказала купи-купи-купи-купи кастрюльку. Но я здесь один, и кастрюльку купить некому. И вот такие даже, о, какие красавцы. Так полюбоваться снаружи, посмотреть на небоскребы за ними. Блин, вообще, пешеход, но не френдли совершенно. И как тут ходить, хрен его знает. Пойдем посмотрим. Вот тут должны быть огромные витрины с золотом. И справа, и слева, и серебро, и золото. И все, потому что пятница. А раз пятница, значит пятница. О. Ковры, сувениры. А тут не золото. Ковры, ковры. Небоскребы, небоскребы. Ух, как же нафиг жарко. Выходишь из кондиционированного помещения. Ну, в общем-то, и велосипедисты в шарже тоже время от времени встречаются. Мне нужно найти автобус номер 99 в аэропорт. Восемь. Цена проезда. Если платить наличными, кредитные карточки не принимаются. Принимаются платежные карточки, их специальные, автобусные. Но мне, ради двух поездок, смысла их купать не было. Да, если поливать, то тут все растет. Вот, видите, вот. Опять. Чайки, 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 чайки. Да, тут рядом море. Вот они сидят на травке. Хорошо. Разводы на изображении, это потому, что через стекло снимается. Стекло на камере стоит поляризованное. Ну, вот я снова в аэропорту Шарджа. В Шарджа паспортный контроль проходится полностью автоматически. Без участия человека сканируется паспорт. Потом смотришь в камеру и дверца открывается. Или не открывается. Я паспорт сначала не той стороной сунул. Потом подошел сотрудник и сунул той стороной, которой надо. Еще меня не хотели пускать в Шри-Ланку. Вернее, выпускать из Эмиратов, потому что у меня нет вакцины. Я им долго втирал, что сейчас вакцинирование не нужно. Что все ограничения убраны. И в конце концов, кто на регистрации, дядька сидел, позвал главного. Поговорил с главным. Главный куда-то позвонил. И мне дали мой посадочный талон. Правда, с какой-то отметкой ручкой. Гейтов, а гейтов тут дохлинаська. Пойдем-ка посмотрим табло. Ага, посмотрим. Я в их червячках не понимаю. В аэропорту купил рис с курицей. Тут есть морковка, изюм и кешью. Ну, ничего так, вкусненько. Только сильно остро. Смотрите, они живые, ненастоящие. Наверное, бешеных денег стоит. Прикольно. Ребята везут живых соколов. Этих птиц время от времени берут и подымают, и смотрят, как там. В общем, вот такие его пушки. Я бы побоялся в самолете с такими лететь. Хорошо, что это не на мой рейс. Хорошо, что это не на мой рейс.